Библейский портал экзегет.ру представляет На прошлом занятии мы с вами рассмотрели 13 главу книги «Бытие», где видели, что лот отделился от Авраама, и, как свидетель Анна Златоуст замечает по этому поводу, лучше дружелюбно расселиться, нежели жить вместе, но все время во вражде. Этому, замечу и подчеркнув в прошлый раз, сейчас это слово «дружелюбно», именно без ссоры. Итак, 14 глава говорит о том, что с первого стиха «И было во дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Элисарского, и пошли они войною против Беры, царя Содомского». Здесь несколько стихов до 9 и 10 стиха описывают военные действия, которые произошли между языческими царями четырьмя и пятью царями Содома и Гаморскими. И в этой всей истории, которая описывается в 14 главе, Лот, мы видим, уже он поселился рядом сначала с Содомой и Гаморой, сделал этот выбор поближе там, где больше благополучия, какого-то удобства, где действительно поля были лучше для его скота. Помним, что слуги Авраама и Лота поругались между собой. Авраам сказал, если ты направо, то я налево, ты налево, я направо. И вот мы видим, что Лот попадает в Содом и Гамору. И когда цари язычески пошли на Содом и Гамору, то и Лот оказался, они их завоевали быстро, причем мы видим, что по численности всего четыре, а здесь пять садомских царей было. Но меньшинство побеждает большинство, потому как, в общем-то, ну, если армия развращенная, и мы знаем, что такое слово «содомляне», никому объяснять не надо, то с этой армией легко справиться. Мы примерно можем себе представить, каковы мысли у народа развращенного, то есть у садомлян. И Лот, который уже живет в Содом и Гаморе, он тоже попадает в плен. Попадает в плен вместе с захваченными царями садомскими и гаморскими и уводится в рабство. И как об этом пишется в 14 стихе, Авраам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318, и преследовал неприятелей Дадана. Лот попадает в плен. Святитель Анзотоуст пишет по этому поводу, цитата, «Гораздо лучше ему, Лоту, было бы жить, конечно, вместе с праведником, нежели, отделившись от него, испытать столько бедствий». Вот он отделился от патриарха, думал пользоваться большей свободой, владеть лучшими местами, жить весьма богато, и вдруг сделался пленником, бездомным, лишенным своего крова, чтобы ты знал, какое зло раздор и какое благо согласие, и что лучше не гнаться за большим, а любить уничижение». Конец цитаты. Так пишет святитель Анзотоуст. Чтобы знали мы, какое зло раздор и разногласие, и разделение. И вот Лот попадает в плен. И мы видим, что Авраам, как вы прочитали в 14 стихе, вооружает своих самых лучших, сказано 318 человек. Это были его домочадцы, самые верные воины, которых он берет с собой. И, разделившись, как в 15 стихе говорится, «напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону, до Маска. И возвратил все имущество Элота сродника своего, и имущество его возвратил, так же и женщин, и народ». Видим, что Авраам вызволяет из плена племянника своего Лота. И здесь для нас тоже есть такой своеобразный урок. Когда мы стоим в храме и знаем, что наши братья и сестры погрязают в грехах, они захвачены в плен, в пленение, служение дьяволу и страстям, которые порабощают их свободную волю. Когда мы стоим в храме, задаем ли мы себе вопрос, а где сейчас наши братья, а где сейчас наши родственники? Помните же ведь. «Кто о своих, о домашних не печется, тот хуже неверного отрекся от веры». Очень часто эти слова мы лишь осмысливаем как то, что нам необходимо материально заботиться о своих ближних. Ну а как же духовная сторона? Неужели мы не хотим, чтобы наши братья, сестры и сродники были с нами вместе в Царстве Христовом? Конечно же, такое желание у нас есть, но очень печально, что это все ограничивается только лишь нашим желанием. Молимся ли мы за них? Готовы ли мы их, подобно ветхозаветному Аврааму, извлечь из этого плена работе, страстям и греху? Помните, как Каин, когда у него Господь спрашивал, который убил своего брата Авеля, «Где брат Авель твой?» Что он сказал? «Что, я говорю, сторож, что ли, брату моему?» Да не будет с нами никогда такого ответа. Будем помнить, чей это был ответ. Авраам поступает не так. Он бросается на помощь, как истинный, можно сказать, миссионер Ветхого Завета и патриарх, бросается на помощь, чтобы освободить своего сродника и брата, племянника. И далее мы видим, что когда он возвращался после поражения Кедорла Омера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. Милхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, как сказано. «И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Милхиседек — это был Сим. Он был уже старец преклонных лет, и он выносит, встречает Авраама после этой победы. Победы не только, как мы понимаем, здесь есть и духовный смысл, победа не только одержавшего в военных действиях, но и другой смысл — победу над страстями, в которых оказался Лот. Есть этот смысл, например, свидетель Амбросий Медиаланский пишет об этом, цитата, «Сколько вредны пороки, которые соединены с легкомыслием. Ведь те четыре царя, которые одержали победу над пятью царями и увели всю конницу садомитян, захватили также Лота, сына, брата Авраама, и ушли пять царей, суть пять чувств нашего тела». Смотрите, как видят в этом событии Амбросий Медиаланский и духовное научение. «Суть, — говорит, — пять царей, суть пять чувств нашего тела. Зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Четыре царя — мирские обольщения, потому что человеческая плоть состоит из четырех стихий. По справедливости они названы царями, потому что грех имеет свою верховную власть, имеет свое царство над человеком. Потому апостол говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле». Послание к римлянам, 6 глава, 12 стих. «Итак, — продолжает святитель Амбросий Медиаланский, — наши чувства легко уступают мирским наслаждениям и уловляются, пленяются их властью. Ибо телесные наслаждения и обольщение века сего побеждает лишь ум, который духовен, привержен Богу и полностью отделяет себя от земного. «Ибо всякое уклонение уловляется им». Так и говорит, «Ибо телесные наслаждения и обольщение века сего побеждает лишь ум». Помните, что апостол Павел в послании к римлянам пишет, «И как они не заботились» — это первая глава. «Не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог постыдным похотям». Бога в разуме. Что это значит «иметь Бога в разуме»? Преподобный Серафим Саровский так и говорил, надо умом в сердце пребывать. Ум — это как некий такой стержень, некий руль по святителю Игнатию Бринчанинову. Святитель Игнатий Бринчанинов так и говорит, куда ум будет направлен, чем он будет питаться, туда и потекут человеческие чувства, туда побежит и человеческая воля. Поэтому умом в сердце стоять и не поддаваться чувствам. Лот, когда делал этот выбор, он предался чувствам. Он просто увидел, что эта земля хороша, обольстился. Здесь опять дьявол ему подыграл похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы видим, что Авраам успешно, скажем так, вызволяет племянника своего Лота, и к нему выходит, как я уже сказал, Милхиседек, царь Салимский, выносит хлеб и вино. Хлеб и вино — это прообраз святого причастия, это прообраз Нового Завета. Новый Завет — это не 27 книг, как думают некоторые христиане без церкви. Они думают, что Новый Завет — это книги, которые необходимо изучать. Конечно, Слово Божие освящает человека. Но чтобы войти в Новый Завет, необходимо соединиться со Христом, который Христос учредил в своей церкви, которую он и создал, о которой он и сказал, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Апостол Павел в посланиях к Коринфянам пишет следующее. «То, как Христос совершал вечерем, так же и чашу после вечери подал и сказал, сия чаша есть, Новый Завет в моей крови». И далее говорит, сия творите мое воспоминание. Здесь две стороны. И чаша, чтобы войти в Новый Завет, необходимо войти в церковь, и соединиться со Христом можно только в его таинствах. Поэтому в Священном Писании мы видели, что и увидим, что было множество заветов, то есть договоров Бога с человеком. Первый, он дал в Едемском саду, сказал не вкушать от древа познания добра и зла. Ева передернула эту заповедь, как мы помним, и сказал, и не прикасайтесь. Второй Завет, это когда Ной вышел из Ковчега. Здесь мы увидим с вами в Священном Писании, что будет и с Авраамом заключен определенный завет, сейчас пока ему дается обещание. Это завет обрезания. Потом будет Синайский завет. Кто входил в Синайский завет, соблюдал заповеди. Десять заповедей тот был человеком Божиим и имел доступ к Богу. Теперь Бог заключает с нами Новый Завет и говорит, что этот Новый Завет, апостол Павел, в крови его. Поэтому кто не приступает к Таинству и не соединяется со Христом, тот не имеет доступ ко Христу в этой жизни, а значит и сам себя от жизни вечной отстраняет. Господь Иисус Христос, мы как-то прикасались к этому тексту, но сейчас самое время прикоснуться к Нему и еще раз. В Евангелии от Иоанна пишет следующее. «Я есим, 6 глава, 48 стих, я есим хлеб жизни. Отцы ваши ели манны в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я есть хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали роптать между собой, говорить, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье. Едущий Мое плоти, пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и я в нем. Как послал Меня Отец живой, и я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей это есть хлеб, сшедший с небес, не так, как ели отцы, ваше манну, и умерли». Видите, Христос делает различие между обычным вкушением, просто воспоминанием о Тайной Вечере, и обычным вкушением, как, говорят, это не обычный хлеб. Здесь мы многие вещи можем не понять. Как же так? Почему именно такой доступ? Но в книге Второзакония 29, 29 нам поясняет. «Сокрытое принадлежит Господу Богу, а открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего, все слова заповедей сей». Христос говорит именно так и делает различие. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников слышат то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Смотрите, даже ученики здесь хотели все понять своим рациональным разумом. Как это так? Что это значит? Они еще не просвещенные Духом Святым, не могли понять и не могли поверить, так будет сказать правильно. «Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут, на то сказал им, это ли соблазняет вас? Что, если увидите Сына Человеческого, подходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Но есть из вас некоторые неверующие». И вот интересно, в 66 стихе сказано, «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Видим, что действительно и для многих сегодня, особенно так называемых протестантских, неопротестантских сообществ, это является соблазном, и многие отпали, потому что не соединяются со Христом в Его Церкви, которую Он здесь устроил на земле, в которой Он и сказал, «Один Господь, одна вера, одно крещение», как говорит об этом апостол Павел, повстанник Ефесиным. Многих это соблазняет, но не ветхозаветного патриарха Авраама, потому что он есть муж веры. О нем так и будет сказано, «Поверил Авраам Господу, и это вменилось ему в праведность». Итак, сказано, что Мелхиседек, прообраз святого причастия, прообраз первосвященника, Господа Иисуса Христа, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего и благословил его, и благословил Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть. Мы видим, что Авраам платит ему десятину. Десятина — очень важная тема, которая сегодня есть у нас в Церкви. Действительно, когда была империя российская, то из царской казны был специальный такой, скажем, ну, счет, что ли, да. Он содержался, когда распределяли, скажем так, госбюджет, то была такая строка, что на храмы, на монастыри, на церкви не полностью, конечно, всегда были благотворители, но, тем не менее, такая строка была. Сегодня такой строки в государственном бюджете нет, потому что у нас не государство, а страна. И в этом смысле говорят, что государство — страна светская, поэтому этого, в общем-то, и не положено. И все храмы, и монастыри, их реконструкция — все, в общем-то, так или иначе содержится и строится на благотворительных началах, скажем, на деле милосердия, или, как и сегодня называют, на спонсорские деньги. Было бы очень хорошо, если бы действительно десятина возродилась в наших храмах, то есть десятая часть от доходов. Тогда Дом Божий был бы нашим домом, в полном смысле этого слова. Помнится история, которая произошла во времена Иосифа Володского, когда тоже храмы строились на деньги людей таких далеких от церкви, скажем так. Это была ересь жидовствующих тогда при преподобном в жизни преподобного Иосифа Володского. Это XVI век. И действительно случилось так, что однажды верующие пришли отпевать, крестить, а храмы закрыты. Почему? Сказали, ну, аренда не уплачена вовремя, мы, в общем-то, вам все это давали, ремонтировали, вы на нас возложили и договорились мы с вами, а вы вовремя не оплатили. Поэтому теперь все закрыто. Почитайте эту историю. Да, действительно, на уроках истории много чего можно научиться, не только истории Ветхого Завета, но и на истории России. Поэтому, чтобы с нами этого не произошло, хорошо было бы, чтобы это было так, что милосердие наше, как прихожан, не огрочинчивалось бы только то, что мы там какую-то мелочь иногда бросаем в церковный ящик. Я спрашивал у себя в храме, у бухгалтера, много ли бывает таких конвертиков, где написано «десятина». Она сказала, Андрей Иванович, встречается, но очень редко, но встречается. Но слава Богу, чтобы это встречалось почаще. Итак, мы видим, что Авраам дает десятую часть. Да, дай Бог, чтобы встречалось это почаще, для того, чтобы мы действительно были хозяевами в своем храме. Мы видим, что Авраам дает десятую часть. И далее другая происходит встреча и благословил его владыка. И дальше мы видим в первом стихе сказанное, сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имени возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимай руку мою, Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, даже нитки и ремня от обуви не возьму из твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Видимо, Авраам, как он опять поступает мудро. Он принимает прообраз святых таинств, дает десятину, он поступает верно по отношению к Богу и ближнему, но ничего общего не хочет иметь с этим царем Содомским и Гоморским. Он говорит, «Даже нитки не возьму от тебя». И говорит о причине, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня, потому что Авраам надеется на Бога. Ничего общего он не хочет иметь с этим развращенным миром. Как сказано у апостола Павла, «Не будьте никем никому должны, кроме взаимной любви». Слышите? «Никому никем не должны, кроме взаимной любви». Что происходит у нас сегодня? Я хотел бы предупредить нас с вами, православных христиан. Сегодня действительно век банковской системы, где все построено на ростовщичестве. В Священном Писании Ветхого Завета, в книгах Исход, эта заповедь повторяется неоднократно, сказано, «Не давай брату своему в рост». Ни денег, ни скота, ничего. Не давай в рост. Но у нас сегодня все именно на ростовщичестве в общем-то и построено. Но нам надо быть осторожными. «Никому ничем не будем должны, кроме взаимной любви». И ипотеки, и прочие займы. И мы видим на углах «займи, возьми, в кредит» и прочие вещи. Авраам так не поступает. Он не хочет ничего общего иметь с этим развращенным миром. Он знает, что Бог способен его обогатить. Очень опасно попасть в зависимость, материальную зависимость от людей, особенно людей неверующих. Поэтому будем помнить этот образ Авраама и извлечем из этой главы действительно урок для своей духовной жизни. Снова и снова повторю, как об этом говорит апостол Павел, «Не будьте никому ничем не должны, кроме взаимной любви». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!